Сегодня у нас не совсем обычная тема, но она очень важна для прекрасной половины населения нашей планеты. Менструальный цикл у девушек – абсолютно нормальное явление, которое повторяется каждый месяц. Многие девушки признаются, что это достаточно некомфортное и неприятное состояние, так как сопровождается болевыми симптомами. Боль в животе, ногах, спине, тошнота – это только часть того, с чем может столкнуться девушка в эти дни. Есть вещи, которые девушка не должна никогда делать в течение менструального периода. Если ты сделаешь то, о чём я сейчас расскажу тебе, это может привести к фатальным последствиям для твоего организма. Первое. Секс без защиты. Есть два типа девушек, у одних вызывает отвращение секс во время месячных, другим наоборот очень нравится. Но все гинекологи сходятся в одном мнении. Если ты принадлежишь ко второй группе, по крайней мере используй презерватив, так как в эти дни легче всего подхватить какое-нибудь заболевание, если твой партнёр является его носителем. А также незащищённый секс во время менструального периода девушки может привести к аллергической реакции у мужчины, который вызывает боли и зуд в интимном месте. Такую реакцию вызывают компоненты менструальной жидкости. И на самом деле нет никакой реальной опасности, так как симптомы исчезают очень быстро. Но ни один мужчина не хотел бы иметь даже кратковременные проблемы такого типа, так что это ещё одна причина использовать защиту. Второе. Во время месячных нужно хорошо есть. Твоё тело теряет много крови в эти дни, так что ты должна поддерживать его сытной и здоровой едой, а не травить фастфудом. Третье. Запрещены физические нагрузки. Если ты из тех девушек, которые испытывают сильные боли во время месячных, ограничь любые физические нагрузки в эти дни. Если же ты прекрасно чувствуешь себя даже в менструальный период, то не о чем беспокоиться. И, наконец, четвёртое. Вредные привычки. Употребление вредных напитков, таких как алкоголь или сладкие газировки, может быть очень вредным в эти дни. Твой организм и так очень слаб, не нужно подвергать его дополнительным испытаниям. На этом у меня всё. Надеюсь, что это познавательное видео будет полезным. Если это так, то жми лайк и поделись. А также не забудь подписаться на канал, если ты ещё не с нами. Пока!